МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала Обнинск ТВ программа «Маяк. Итоги недели» и ее ведущий Дмитрий Глухов. Расскажем о наиболее ярких и значимых событиях, произошедших за неделю в Малоярославецком районе. Сегодня в выпуске. Вовремя проверили, предотвратили беду. На планерке обсуждали важность проверки газового оборудования. Что было сделано за год? Состоялся отчет главы администрации Малоярославца. Региону нужны инженеры и программисты. В четвертой школе открыли класс Технолаб. Третьяковы в Малоярославце. В городе появилась памятная доска известным меценатам. Осмотр жилого помещения многоквартирного дома в Головтеево, где проживает гражданин, ведущий о социальный образ жизни, показал. Газовое оборудование было в неисправном состоянии. Об этом на планерке главы администрации Малоярославецкого района сообщил начальник отделения надзорной деятельности Дмитрий Мальков. Поблагодарив всех за оперативную и качественно проделанную работу, Вячеслав Парфенов еще раз акцентировал внимание коллег на значимости проверок жилищ жителей района, ведущих полумаргинальный образ жизни. Такие меры помогут избежать беды. Человек оборудование неисправно. У нас была просто бомба замедленного действия. Надо их обязательно всех проверить. Отключить, тогда будут понимать, как дальше действовать. Потому что вот в этой квартире там изобразие полностью творилось. А это на квартирный дом пятиэтажный. Согласно поручению губернатора, к концу декабря 2018-го необходимо было завершить паспортизацию дорог общего пользования, ведущих к СНТ, и сделать их муниципальными. Но пути сообщения садовых товариществ с внешним миром паспортизацию не прошли. Для этого не было денежных средств. Также необходимо ремонтировать шесть мостов на территории Малорославецкого района. На это тоже нужны деньги. Вот сейчас понимаете, министерство просит, планирует бюджетные средства, субсидии на выделение по этим дорогам к СНТ, к ремонту. А нам показать-то нечего. По этим мостовым сооружениям требуют перечень объектов. У нас паспортов опять нет. Не будет у нас какой-то сметы или не будет у нас какой-то проекта в спорте в том же. Да не будет у нас никогда денег. Сейчас региональным министерством культуры проводится сбор данных о необходимости строительства новых учебных заведений дополнительного образования. Работы будут производиться за счет федерального бюджета с софинансированием из муниципальной казны. Администрация района готовит финансово-экономическое обоснование для строительства. Пока что в качестве площадок для реализации рассматриваются Малый Ярославец и Детчина. В первом строительство дополнительного здания. Во втором проведение капитального ремонта существующего. Но то, что строится, они предлагают, это дополнительные здания к тем школам, которые в сегодняшний день у нас уже существуют. Для расширения классов и программ. И снова нашелся повод для нелестных высказываний о перевозчике, осуществляющем доставку жителей в разные точки района. В этот раз не повезло жителям Ильинского. Первая маршрутка не приехала по неизвестным причинам. Другая – из-за поломки тормозной системы. Мы на чем там людей возим? Вот я смотрю, сейчас отчет главы администрации отчитывается. В каждом поселении есть жалобы на нашего перевозчика. Но нам такой перевозчик, я еще раз повторю, не нужно. Тогда надо будет принимать какое-то решение. Расторгать контракт и играть новый контракт. Глава администрации попросил сотрудников отделов спорта, образования и культуры уделять удвоенное внимание тому, как, кем и с использованием какой техники осуществляются перевозки детей, чтобы трагедия, случившаяся на выходных и приведшая к гибели семи человек, не повторилась. Михаилу Бруку и Надежде Богомоловой Вячеслав Парфенов поручил подготовить на имя регионального министра здравоохранения письмо касаемо строительства мобильной амбулатории в 2020 году в деревне Воробьево. Начало года – время отчета глав исполнительной и представительной власти городских и сельских поселений. В Малоярославецком районе эти мероприятия в самом разгаре. 4 февраля наступило время отчитаться перед избирателями главе администрации Малоярославца Руслану Саидову и главе города Ольге Жуковой. Руководитель исполнительной власти города отметил, подводя итоги 2018-го, что граждан больше всего волновали вопросы благоустройства родного Малоярославца. Беспокоило отсутствие освещения, качество уборки улиц, обустройство тротуаров и дорог. Денег, чтобы сделать все разом, не хватает, сообщил Руслан Саидов, но постепенная работа ведется. И в различных субвенциях нам удалось в прошлом году получить еще 112 миллионов, которые пошли по программе энергосбережения, программе чистая вода, ремонта дорог и компенсации теплоэнергоресурса. О проектах преобразования ряда городских территорий был показан видеоролик. Упор был сделан на тематику войны 1812 года. Но пока это только проекты. Планируется в ближайшее время сделать город светлее за счет почти трех тысяч энергосберегающих светильников, заменив ими старые фонари, а также установив в местах, где освещения нет вовсе. В 2019-м будет производиться замена котлов в городских котельных. Поступило много вопросов от горожан, например, касаемо благоустройства детской площадки возле центра внешкольной работы. В 2020 году, если будут соответственно средства, это начало работ по Александровскому саду. Там как раз спортивная детская историческая составляющая. Другой вопрос касался оценки Русланом Саидовым его деятельности на посту главы администрации. По мнению написавшего вопрос, городоначальник не справляется. Глава администрации отметил, что и такие мнения имеют право на существование. Спросили про городские пассажироперевозки, качество которых не поругал только неместный. Пока мы собираем достаточный материал, чтобы у нас были основания в процедурах предъявить нашему оппоненту, нашему, как бы сказать, коллеге в том, что он не справляется. Единственное, прошу понять немножко в том, чтобы было время нам, чтобы мы разорвали, нашли новых, кто зайдет на рынок, насколько экономически выгодно. Попросили главу администрации навести порядок с табличками с расписанием движения общественного транспорта на остановках. Где-то они есть, где-то их нет. Руслан Саидов обещал учесть претензии малаярославчан. Прозвучал из зала вопрос и касаемо отлова бродячих животных. На исполнение этих государственных полномочий, это действительно так звучит, требуются денежные средства и со стороны администрации они должны четко исполняться. Вопрос открыт. Вот вместе с районом мы его решаем. Испорченные продукты на прилавках некоторых магазинов и отсутствие реакции руководства он их на жалобы. Что скажет глава администрации? Руслан Саидов напомнил, обращаться следует в надзорные органы, а на сайте администрации появится специальный раздел, где будут указаны соответствующие телефоны. Поинтересовались у главы, почему в малом проводится мало фестивалей. В прошлом году нам было принято решение о том, что мы вот этот 25-летний мотофестиваль закрыли. Вы знаете, сложно было, но надо было это делать, потому что их обязательства в рамках почти 5 миллионов рублей того же тротуара по-коммунистической не выполнялись. Мы и в этом году, думаю, с ними дальше эти вопросы налаживать не будем. В рамках отчета Руслан Саидов не смог ответить всем, но глава администрации пообещал дать официальный ответ на каждый из заданных письменно вопросов. И продолжая разговор об отчетах глав администрации муниципальных образований Малоярославецкого района, переместимся вместе со съемочной группой в село Маклино, где 7 февраля перед избирателями и руководством района об успехах и неудачах 2018 года, отчитался, а также ответил на вопросы жителей руководитель исполнительной власти Сергей Гольцов. Сергей Гольцов проинформировал, в 2019 году предусмотрены деньги на ремонт дорог на некоторых улицах в Радищеве, Чулкове, Меньшовке, Маклине. Сельское поселение и дальше будет принимать участие в федеральной программе формирования комфортной городской среды. Установка детской площадки на улице Заречной произвести, усовершенствование детской площадки около администрации сельского поселения села Маклино, вот эту площадку, установка уличного освещения тропинок, урны и освещение в парке Щербатовых-Поливановых вдоль тропинок, которые мы построили ранее. Призвал руководитель сельско-исполнительной власти и к участию в выборе месторасположения спортивной площадки и к участию в программе инициативного бюджетирования. Жителям было, о чем спросить руководство сельского поселения и района. Разбитые дороги, отсутствие освещения в населенных пунктах, бездомные собаки – многие жаловались на это. В селе Лесничество проблема освещения стоит особенно остро. Путь в большой мир, по которому ежедневно ходят в школу и возвращаются из нее дети, не освещен вовсе. А чтобы идущим после второй смены жизни не казалось медом, глаза-то к темноте привыкают. Отловом бродячих собак в этих местах никто не занимается. Первая лампочка горит на центральной и следующая только у нас на поселке. Кругом рез, если возможно, хоть пару точек. Где-то нарушены правила пожарной безопасности и при чрезвычайном происшествии пожарная машина не проедет. Сквозного проезда нет. А вместо положенных для разворота грузовика 15 метров есть лишь 4. Приходится, не надеясь ни на чью помощь, вести и неравный бой с борщевиком. Мы без конца на своем участке обрабатываем, покупаем гербициды, обрызгиваем. Я вся побожглась уже. Без конца нам насыпется с этих соседей. С ремонтом дороги по улице Кирова, разбитой грузовыми машинами, на которую тоже жаловались жители, Вячеслав Парфенов пообещал помочь. Давайте посмотрим. Я готов переговорить с предпринимателями тоже, и с одним, и со вторым. В принципе, люди все нормальные, понимающие, и это для них. Чем-то мы готовы поучаствовать, чем-то сельское поселение, чем-то район поможет. Давайте мы выйдем летом, посчитаем, но не летом, в апреле. Снег сойдет, посчитаем и рассмотрим этот вопрос. Хорошо? Были вопросы и по газификации, и снова от населения многострадального села Лесничества. Глава администрации района объяснил, что помочь не сможет. Малоярославецкая газораспределительная станция сейчас исчерпала все лимиты. Когда «Газпром» начнет строительство новой станции в следующем году или в сентябре этого года, пока неизвестно. Как сделать робота или написать компьютерную программу, уже скоро смогут объяснить учащиеся 4-й школы «Малоярославца», где 5 февраля прошло открытие класса «Технолаб». В рамках этого факультатива дети занимаются отвечающими запросам времени дисциплинами, такими как программирование или робототехника. Открыть «Технолаб» – дело непростое. У школы должна быть определенная материально-техническая база, кадровый состав соответствующей квалификации. Важны инициативы педагогического коллектива и родителей. Все это было у «Малоярославецкой школы номер 4» и дало возможность принять участие в конкурсе, который проводило региональное министерство науки и образования. Министерство образования для школ победителей закупило оборудование на 2 миллиона рублей, оборудование классов. В рамках государственного контракта должно быть проведено обучение педагогов, которые на этом оборудовании работают, и оно проведено. Сегодня нам директора школы подтвердили. Все в рамках проекта по развитию инженерного образования в регионе. Классы «Технолаб» планируется открыть в Жуковском и Боровском районах. Да и в Малоярославецком районе не собираются останавливаться на достигнутом. У нас есть некоторые планы на то, чтобы в городе и в районе появились еще несколько таких классов. В рамках проекта будет оказываться поддержка в развитии дополнительного образования, создания технолабов, центров технического творчества на базе существующих учебных заведений. В планах министерства приобрести мобильный кванториум, чтобы дети, проживающие в сельской местности, не оказались обделенными. Вообще сегодня приоритеты, задача, которая задана рамками национального проекта, 25% детей должны иметь возможность заниматься техническим творчеством. Такой класс в Малоярославце и в районе первый. Посещать факультативы смогут не только ученики общеобразовательной школы номер 4, но и дети всего города и района. Каждый выберет то, что ему по душе. То есть мы начинаем от программирования на C++, Arduino и создания программ в Scratch и так далее, до, соответственно, создания роботов, фанерных моделей, лего-роботов. То есть у нас достаточно большие перспективы и большие возможности. Среди оборудования в кабинете есть и 3D-принтер, который многочисленным гостям также продемонстрировали. Гости пришли не с пустыми руками. От администрации района школе вручили сертификат на сверлильный станок. Вячеслав Парфенов отметил, что подобные проекты – вклад в будущее района и региона. На которые мы можем выпускать, ну, наверное, давать какой-то своеобразный фундамент знаний, определенный нашим будущим инженерам. Не каждый, кто будет посещать занятия в Технолабе, впоследствии станет программистом или инженером. Но у детей появится база, которая пригодится в жизни. На минувших выходных в Малой Ярославце возле часовни на улице Пролетарской прошло торжественное открытие памятной доски Павлу и Сергею Третьяковым, которые большинству известны как основатели знаменитой Третьяковской галереи. Как связаны между собой Третьяковы и Малый Ярославец? Все просто. Предки русских меценатов некогда жили на месте современной улицы Пролетарской, в Спасской Слободе. Благодаря плодотворной работе членов клуба «Единство» кропотливому сбору ими крупиц информации в архивах стало возможно открытие памятной доски. Собранные данные, как сообщила Галина Гришина, интересны не только в пределах Малой Ярославца небольшой группе людей. Заинтересовались материалами и в Москве. И буквально вчера я разговаривала с сотрудниками Третьяковской галереи. Они сказали, что готовится открытие музея Павла и Сергея Третьяковых. И все, что мы можем им также рассказать о Малой Ярославце, они просили им передать. Дай Бог, чтобы это все состоялось. В снежную субботу к часовне приехали почитатели известных меценатов Сергея и Павла Третьяковых. Кто-то добирался до Малой Ярославца из столицы. К сожалению, праправнучка Павла Третьякова по состоянию здоровья не смогла присутствовать, хотя изначально планировала посетить город, где проживали ее предки. И это место нам стоит вообще увековечить, чтобы приводить сюда детей, чтобы рассказывать о картинах, чтобы рассказывать о подвижниках, чтобы рассказывать о тех людях, которые творили историю, красоту, создавали вот этот прекрасный мир. Также Галина Гришина сообщила, что шестой номер «Альманаха», изданием которого занимается клуб «Единство», будет посвящен семейству Третьяковых. Возможно, зрителей смутил скромный вид таблички, однако она временная. Уже подготовлен вариант в мраморном исполнении, который будет водружен на место весной. На сегодня это все. Мы с вами прощаемся до следующей недели. Очередной эфир программы «Маяк», как и всегда, в пятницу. Вы сможете следить за событиями Малоярославецкого района в социальных сетях, а также предлагать свои новости, обращаясь по телефону, который видите на экране. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова